Здравствуйте! В эфире программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Неиссякаемый поток. Министр финансов области Марина Наумова анонсировала увеличение регионального бюджета еще на миллиард шестьсот миллионов. Защищая нравственные ориентиры, рязанские общественники ищут пути улучшения демографии. Регистратор вне закона автоинспекторы обещают ряд новых изменений в законах. На очередном заседании Рязанской городской думы народные избранники утвердили дату выборов депутатов РГД нового созыва. Единый день голосования 10 сентября. В этот же день пройдут довыборы в Рязанскую облдуму по округу номер 10, выборы в Скопинскую городскую думу, а также выборы в представительный орган Сасовского муниципального округа, образованного путем слияния города Сасова и Сасовского района. Региональный бюджет Рязанской области будет увеличен на миллиард шестьсот тридцать семь миллионов рублей. Эти изменения носят весьма существенный по своему объему характер, заявила на заседании правительства министр финансов Марина Наумова. Деньги эти федеральные уже точно известно, на что власть их потратит. Об этом расскажем далее. Новые вливания в бюджет это всегда любопытно. Нет, не то чтобы Кремль уже приучил рязанского обывателя к своей постоянной лояльности. Просто денег все больше, а куда их тратить региональная власть часто определяла сама. Сейчас же дополнительный миллиард шестьсот миллионов четко, что называется, окрашены под целевые средства. С оговоркой, что это не только на этот год, но и на плановый период 24-25. Итак, давайте считать, тем более, что всегда аккуратная в подсчетах министр финансов Марина Наумова затратную часть расписала в подробностях. Итак, на развитие инфраструктуры туризма 480 миллионов. 81 миллион на формирование современной городской среды. Из резервного фонда федерального правительства на ремонт Кремлевского сквера еще 200 миллионов. Итого 761. Дальше идут компенсации. 595 миллионов поступает из федерального бюджета на оплату контрактов прошлого года. В основном докасается обязательств поставки оборудования в новый онкодиспансер. Распределены субъекту и дополнительно средства на обеспечение возмещения производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию. В сумме 172 миллиона. Ну и ряд других позиций. Я не буду их все называть. Также доходы и расходы областного бюджета предлагается увеличить за счет безвозмездных поступлений от Фонда развития территорий на предоставление сертификатов для приобретения жилья гражданам, покинувшим город Херсон. Еще 200 миллионов дотаций на сбалансированность бюджетов. Их потратят на строительство детского сада в селе Дмитриево Касимовского района. Туда же в доходную часть бюджета закладывают еще 239 миллионов рублей. И это расходы на питание и проживание беженцев с Украины и Донецкой и Луганской областей. Кстати, выплата участникам специальной военной операции будет увеличена, но уже из остатков средств областного бюджета на 95 миллионов рублей. Впрочем, это все социально значимые для региона траты. Их сумма, в общем-то, не обсуждается. Улучшение демографической ситуации в регионе и укрепление традиционных семейных ценностей. Обсуждали на специальной конференции в библиотеке имени Горького. О шагах по исправлению ситуации говорили уполномоченные по правам ребенка в Рязанской области Анжелика Евдокимова, представители исполнительных органов и государственных учреждений Рязанской области в социальной сфере, а также представители Русской православной церкви, общественных организаций. Подробности далее в сюжете. Участники конференции говорили, что есть попытки извне повлиять на нравственные ориентиры, что важнейшая задача в настоящее время – сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, а также оказание помощи беременным женщинам и молодым мамам. Целью является найти эту возможность достучаться до сердец ребят, молодых, которым создавать семью, быть родителями, принимать в эту семью детей, в свою семью, чтобы они были ориентированы на крепкую семью сами, причем самоориентированы, чтобы эта мотивация была не извне, а изнутри. Где-то найти ключик этот подобрать нам. В регионе сегодня, как отмечают участники конференции, принимаются меры по исправлению демографической ситуации. Создан многофункциональный семейный центр, в котором женщины и молодые семьи могут получить всестороннюю помощь. Действует новая единовременная выплата при рождении ребенка на территории Рязанской области в размере до 50 тысяч рублей. Организована социальная реклама, пропагандирующая ценность жизни человека с момента зачатия, ответственное материнство и отцовство. Все выступавшие отметили необходимость объединения усилий во всех сферах поддержки семьи, тесного взаимодействия с гражданским сообществом на всех этапах принятия решений, касающихся семьи. На основании материалов прокуратуры Советского района города Рязани региональное следственное управление возбудило уголовное дело о халатности при ремонте городских автодорог. Причем претензии у силовиков к правительственной структуре. Речь идет об автодороге Алешина Ямберна. В 2020 году власти решили ее отремонтировать. Правоохранительным органам удалось выяснить, что дирекция дорог Рязанской области заключила госконтракт с подрядной организацией на сумму больше 106 миллионов рублей. Работы были приняты и оплачены дирекцией дорог в 2021 году без проведения надлежащей проверки, что повлекло приемку работ, несоответствующих требованиям государственного контракта по объему, составу и качеству. В результате действий должностных лиц дирекции дорог в бюджете Рязанской области причинен ущерб в сумме почти 4 миллиона рублей. Вот только часть нарушений, которые выявила проверка, инициированная региональной прокуратурой. На заездных карманах автобусных остановок асфальт уложен толщиной в 3 сантиметра, вместо положенных 6. Не везде установлен бортовой камень, да и крепление основания остановок не соответствует тому, что в проекте. В настоящий момент проводят санследовательные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Максимальное наказание по статье – штраф или арест на 3 месяца. Штрафы за регистраторы и рост тарифов на платных трассах. ГИБДД и законодатели анонсировали множество изменений в жизни автомобилистов. Часть из них вступит в силу совсем скоро. Другие же только находятся на рассмотрении в Госдуме. Итак, первое – это штраф за видеорегистратор. Нововведение вступит в силу с 1 сентября, сообщают в МПД. В ведомстве доработали перечень неисправностей, при котором запрещена эксплуатация автомобилей. Там появился новый пункт, согласно которому запрещено устанавливать дополнительные предметы, которые ограничивают обзор с водительского кресла. Исключение – зеркала заднего вида, детали стеклоочистителя, радиоантенны, нагревательные элементы и устройство размораживания и осушение ветрового стекла. Часть юристов считает, что теперь формально и навигаторы, и элементы крепления сотовых телефонов попадают под нарушение. Штраф, кстати, 500 рублей. Однако инспекторы ГИБДД признают, что штрафы за телефоны и регистраторы вряд ли выпишут. А вот за что его можно получить, так это за шины. Если, конечно, они не по сезону. Нарушение прописано в том же списке неисправностей. Начиная с сентября, если водитель будет зимой ездить на летних шинах, то его ждет штраф 500 рублей. Тоже работает и в обратную сторону. За езду на шипах летом. Другое ожидаемое изменение в законодательстве – введение электронных прав и СТС. Их можно будет показывать сотрудникам госавтоинспекции прямо с экрана телефона. В ГИБДД заявили, что к этому уже готовы. Однако, говорят, нужно подкорректировать закон. Пока что водители обязаны передавать только оригиналы документов. Если их нет – штраф 500 рублей. Другой документ, который поступил в Госдуму, касается приостановки водительских прав для уклонистов. Независимую антикоррупционную экспертизу документ уже прошел и поступил в Госдуму 13 июля. Если его примут, то у МВД появится инструмент для быстрой заморозки водительских удостоверений уклонистов. То есть у тех водителей, которые стоят на воинском учете, но не явились безуважительной причиной в военный комиссариат по врученной повестке. Если инспектор ГИБДД остановит такого автомобилиста, ему будет грозить такая же ответственность, как если бы он был лишен водительских прав, пояснили юристы. Согласно статье Кодекса об административных правонарушениях, это управление транспортным средством водителем, лишенным прав. Штраф за такое правонарушение – 30 тысяч рублей. С июля может вырасти тариф при проезде по платным трассам. Этот вопрос планирует рассмотреть госкомпания «Автодор». В феврале, например, правительство разрешило компаниям поднять их более чем в два раза. То есть с 3 рублей за километр до 5 или даже 8. Однако, как сообщают в компании «Автодор», увеличение цены – это право, а не обязанность. Но пока изменения коснулось только новых участков. Например, по М4 «Дон» от Москвы до Краснодара протяженностью 925 километров стоимость выросла с 2,4 до 3 тысяч рублей. Другой документ, который находится в процессе подготовки – это лишение прав за вождение в состоянии опьянения после приемки лекарств. То есть, когда водитель принял, допустим, таблетки, которые ухудшают внимание и реакцию, но при этом наркотиками они не являются. Поправки уже одобрила правительственная комиссия. Документ, как ожидается, должны направить на рассмотрение в Госдуму. В Минздраве сообщили, что перечень таких лекарств определяется при участии ведущих экспертов. Если поправки примут, то наказание будет грозить по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения» и части 3 статьей 12.27 Кодекса об административных правонарушениях «Невыполнение требований ПДД о запрещении водителю употреблять алкогольные напитки». Наказание от штрафов 30 тысяч до лишения прав на срок до двух лет. Спонсором ежедневной информационной программы «День города» является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Вкусные и свежие морепродукты к вашему столу. Все это можно приобрести у торгового центра «Премьер». Тысячелетиями люди наблюдали, как с каждым весенним днем светило поднимается все выше и выше над горизонтом. Пока 21-22 июня не достигнет пиковой точки. День солнцестояния и все, что с ним связано у Марина Романюк. В день летнего солнцестояния солнце восходит на северо-востоке, а заходит на северо-западе, описывая самую длинную дугу на небосводе. В приполярных широтах северного полушария наступили белые ночи, а в заполярье – полярный день. Выше полярного круга солнце вообще не заходит за горизонт, и день длится круглые сутки. На северном полюсе Земли солнце в течение суток движется по кругу параллельно горизонту. В наших широтах наступили самые длинные дни в году. Сегодня день продлится 17,5 часов. Солнце проходит 4 поворотные точки года, и купало – это уже такое зрелое солнце, которое много чего дает. Но в то же время оно может и сжечь. По этой карте можно посмотреть, насколько лето будет засушливое, насколько лето будет дождливое. Вообще, какая погода ожидается? Вот, например, сейчас три планеты находятся в знаке Льва. Это Марс, Венера и Луна. И, соответственно, Лев – это огонь. И когда Марс в таком огненном знаке, еще плюс там Венера, которая приносит дождь, и Луна, которая вообще как бы тоже покровительна со всех вод. То есть, соответственно, с дождями у нас в это лето будет не очень. Но вот такой вот Марс интересный, он дает сильные грозы. В течение нескольких следующих дней высота Солнца над горизонтом почти неизменна. Затем светило и начинает обратное поступательное движение вниз по эклиптике. Период между июньским солнцестоянием и сентябрьским равноденствием называют астрономическим летом, который длится, как правило, с 21 июня по 23 сентября. На протяжении тысячелетий день летнего солнцестояния имел огромное значение для всех народов, которые жили в гармонии с природными циклами и организовывали свою жизнь в соответствии с ними. На Руси в древности в день летнего солнцестояния праздновали Ивана Купалу. В этот день он весь такой вот как бы построен на очищении огнем и водой. То есть утром и днем там купались, там как-либо еще, вот оздоравливались, а ночью прыгали через костер или через большую кучу крапивы. Было принято выносить одежду на росу раскладывать, потом эту одежду выжимали, росой умывались, а эта одежда потом надевалась во время болезни, потому что считалось, что она целительная. А в ночь, как раз вот в Купальскую ночь, сжигалась одежда, несмотря на то, что наши предки были крайне хозяйственны, сжигалась одежда, в которой человек болел. Еще одной традицией на день солнцестояния было разжигание костров. Считалось, что в этот день огонь очищает от проблем, поэтому в него нужно было бросить что-то, от чего стоит избавиться. А также, если у вас есть заветное желание, то день летнего солнцестояния – лучшее время, чтобы его загадать. Если это сделать, то, как утверждается в приметах, все мечты станут реальностью. У вас все еще есть время приобрести морепродукты с Дальнего Востока в Рязани, возле торгового центра «Премьер». До 24 июня включительно выставка продажи икра и рыбы Камчатская. Выставка продажи икра и рыбы Камчатская – та самая торговая точка, к которой раз за разом возвращаются. Потому что, купив продукцию здесь однажды, уже не могут отказаться от высокого качества и свежести, каких не найти в других местах. Внимательные и обходительные продавцы рады помочь консультацией и подробно расскажут о каждом номиновании на витрине. Еще и продегустировать дадут, чтобы покупатель не ошибся с выбором и подобрал рыбку на свой вкус. А выбор здесь очень большой. 35 видов рыбы и красная икра, холодного и горячего копчения, а также слабосоленые продукты. И все непревзойденного вкуса. Чавыча – очень хорошая рыба здесь. Икра немножко такая, но всегда была дорогая. Поэтому, да все нормально здесь. Рыбка, вот белую рыбницу я беру, очень хорошую она тоже. Не сравните ее тут, как у нас продают на рынке там или где-то. Вот, а так в основном, что, хорошая продукция. Не первый раз беру, да, конечно, я приезжаю, так будем говорить, не часто, но приезжаю. Есть среди покупателей и те, для кого морепродукты – жизненно важный элемент рациона. Ведь в них содержатся незаменимые витамины, минералы, кислоты и жиры, а также высокое содержание белка. Вот почему употребление рыбы ежедневно помогает исправить многие проблемы со здоровьем и повысить иммунитет. Не первый раз. Мне нравятся эти продукты, и все. Икорку я беру для себя. За что их вы любите? Потому что это морепродукт, и мне он необходим. Вот только найти качественную свежую продукцию непросто. Здесь, на выставке продажи икра и рыбы Камчатской, именно такие морепродукты. Ароматы, которые сводят с ума. Рыба, которая тает во рту. Красная икра. Отборная, зернистая, несравненного вкуса. Деликатесы прямиком с Камчатки. В Рязани их можно приобрести до 24 июня включительно. Возле торгового центра «Премьер» у центрального входа. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте. город62.tv И в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорывица. Все от производителя. С 19 по 24 июня. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин